Книга «Открытым оком», вопрос, 2921-й, 15-й том, тема «Святая Библия». Сегодня в мире столько разных переводов Библии на каждом языке, и некоторые делают специально под свое лжеучение. Но как разобраться в этом тому, кто по простоте наткнется именно на ложный перевод, как и у яговистов, и примет его за истинный, и потом будет его по ревности отстаивать, все ради спасения своей души? В чем его вина? А это мог быть и я, и вы, отвечает Игнатий Тихоныч Лапки. Страшно даже представить, что бы небо в руки, в начало моего пути, веря во Христа, попало бы такое. Думаю, что здесь сыграло большую роль то, что за меня молились мать и дядя. И главный дух наш, кто живет чисто, тому Бог не попустит погибнуть. Сирахов, 28, 9. Птицы слетаются к подобным себе, и истинно обращаются к тем, которые упражняются в ней. Мне в руки также попалось много разных толкований. Бак Мелдера, Елены Уайт, Каргеля. Но меня Бог вынес к Златоусту. Почему? А жил я среди сектантов, и у них уже проповедовал, хотя я не был с ними. Притча 16, 2. Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души. Премудрость Сирахова, 5, 18, 21. Сначала она пойдет с ним путями извилистыми, наведет на него страх и боязнь, и будет мучить его своими водительством, доколе не уверится в душе его и не скусит его своими уставами. Но потом она выйдет к нему и на прямом пути, и обрадует его, и откроет ему тайны свои. 1 Коринфян, 2, 13. Что извещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. 2 Корающую занесешь десницу. Я возмолюсь, казни меня скорей. Рука, дарующая мне, примнится. Приблизиться я не посмею к ней. Речь о грехе зайдет, приду в смятение. О святости пойму свою вину. Открыто мне дадут благословение. Украдкую себя я прокляну. В ней заподозрю ложность и тщету. Подвергнусь я хулене милосердной. Я слишком мало ее сочту. Пусть осмеют, пусть придадут позору. Сочту возмездие правым и смирюсь. Мне пожелают люди смерти скорой. Чтобы их слова сбылись, я помолюсь. Когда б небесный гром меня сразил, Я принял бы его как избавление. Я книгу прав своих давно закрыл. Ни оправдания нет мне, ни спасения. В тот лучший мир я поспешил бы сам. Когда бы не страшился наказание. Беда идущим и по двум стезям, Как говорит священное Писание. Уже ли ты не слышишь все благой? Рыдание мольбы моей усердной. Уже ли ты не видишь, милосердный? Я пленник зла с тобой и пред тобой. Я жду в своем погрязшем заблуждении. Твое добро на зло мое в ответ. Я обреченный, жду благословения. Слепой я жажду твой увидеть свет. Протянется ли твоя десница Божия, Чтоб тонущего грешников спасти, Когда персты на раме на мне возложишь, Когда с неверного сведешь пути? Научит ли твое долготерпение, Усердию неприлежного меня, И будет ли твое благоволение, Чтоб очистить грешного меня? Заблудший раб, найду ли я покой Под милосердную твоею дланью, Чтоб грешному спрямить меня? Мне путь кривой, Забрежет ли вдали твое сияние? Я человек, чья совесть нечиста, И лишь в тебе надежда очищения. Я проклят, и твоя лишь доброта В меня вселяет веру во спасение. Я ныне приобщаюсь в тайн святых, И в них ищу рыдая, утешение. Я вижу в поднятых перстах твоих Мне многогрешному благословение. Лишь ты один способен даровать Мне угнетенному освобождение, И молвить слово, чтобы не спаслать Рабу сметенному успокоение. Очищен я твоею чистотою, Твой взгляд моим страданием облегчения, И капли крови, пролитой тобою, Освобождают душу от мучения. Без помощи Господней, кто я есмь? Мне мощь твоя дарует свет надежды, Твой мир сметенному мне светочь здесь. Днесь и покуда не смежу я вежды. И нет в тебе и малой доли тьмы, Как вне тебя нет ни добра, ни света. Ты надо всем, тебе подвластны мы. Тебе, Господь, да будет слава спета. Григор на лекации.